МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» с главными событиями. В пятницу вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. В кафе и каша вкуснее, как в одном из детских садов Чебоксар детям прививают культуру питания. Завяжется ли развязка, что увидели представители столичной администрации и профильного министерства на строительной площадке в районе улицы Богдана Хмельницкого. В горящую избу войдут. В чем соревновались пожарные добровольцы в Чебоксарах? Перспективы Канаша сегодня обсуждали на выездном заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики. Накануне было принято решение о выделении моногороду средств на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Какие проекты планируют реализовать инвесторы, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Если сейчас город Канаш опирается на два городообразующих предприятия, то в перспективе здесь откроется не менее 15 новых заводов. Будет создано более полутора тысяч рабочих мест. Местные власти к этому стремились давно. Канаш прошел настоящий экзамен, проекты оценивали эксперты. Долгожданную новость озвучили накануне в Москве. Городу будет выделено более 700 миллионов рублей. Мы свои финансовые средства выделяем. Не менее 1 миллиард рублей город Канаш получит на инфраструктуру. Государство, создавая благоприятную среду, проложит там газ, коммуникации, электроэнергию, а предприниматели, привлекая в ней бюджетные источники, будут создавать эти производства. Реализовать проекты развития моногорода намерено за 5 лет. В Канаше откроется индустриальный парк. Ключевой резидент уже определен. В муниципалитете заработает завод по глубокой переработке зерна, пшеничную клейковину, гидролы, кормовые добавки. Спрос на эти продукты в стране огромен. Порядка 5 миллиардов в год мы планируем выручку, когда выйдем на проектную мощность. И примерно валовая прибыль почти 2 миллиарда рублей составит. Мы планируем года за 3 этот завод построить и примерно за 4 года его купить. На входе в завод получили в Канаше очищенную пшеницу. Дальше сухой помол. Что такое сухой помол? Это значит пшеница мука. Дальше мокрый помол. То есть это значит, что из муки получаем крахмал. Дальше глюкоза. Получили сера глюкозы. Из нее можно сделать все. За счет фонда развития моногородов в Канаше построят объездную дорогу и проложат инженерные сети. Вместе со строительством индустриального парка изменится и облик муниципалитета. Нужно улучшать городскую среду. Это должны быть гостиницы, торги, торговые центры, развлекательные центры. Для того, чтобы жителю было комфортно выйти и занять себя после рабочего времени. Это и кинотеатры, и музеи. И все в этом плане. Местные власти намерены благоустроить парки, привести в порядок тротуары и заменить ветхие коммуникации. Сейчас в Канаше ремонтируют стадион «Локомотив». Вместо старого газона здесь укладывают искусственное поле с системой водостоков. В ближайшие недели здесь начнет тренироваться муниципальная команда по футболу. Сроки строительства у нас октябрь месяц этого года. Не будет луж, не будет ничего, водоотведение все сделано. Качество будет намного лучше. На первый план выходит и вопрос подготовки научных и рабочих кадров. Большинству предприятий понадобятся специалисты прикладных наук. Сейчас будущих электриков, машинистов и сварщиков обучают в Канажском транспортно-энергетическом техникуме. Желающих поступить сюда достаточно. На курсы переподготовки приезжают жители других регионов. В перспективе здесь намерены открыть новые учебные места и построить еще один корпус. Мы готовим проект письма, которым обновываем и увеличением количества работников транснефти, которых мы планируем обучить на курсах повышения квалификации, увеличением студентов целевого набора для организации системы транснефти. Власти не исключают, что в Канаж придется привлекать и специалистов из других муниципалитетов. Инвестиционные проекты отмечают эксперты. Экономику моногорода изменят лучшую сторону. Вчера в нашем эфире мы рассказывали о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев проинспектировал ряд городских объектов и встретился с жителями. Уже сегодня приняты меры по некоторым обращениям. Жители дома 14, корпус 1 по улице Маршака пожаловались, что в одном из киосков ведется круглосуточная продажа так называемых фанфуриков. Михаил Игнатьев лично направился в торговый павильон, но продавца не застал. Глава Чувашия распорядился разобраться в ситуации. Наша съемочная группа сегодня выехала на место. Киоска остался, но торговая точка не работает. На официальном сайте Государственной службы по тарифам и конкурентной политике опубликован пресс-релиз. В нем говорится, что 8 сентября на основании решений ФАС России принято решение о частичном удовлетворении требований коммунальных технологий, заявленных в порядке досудебного рассмотрения спора в области государственного регулирования цен в сфере теплоснабжения. На основании этого изменены отдельные тарифы в сфере теплоснабжения на тепловую энергию в виде пара, на теплоноситель, на услуги по передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии завода Чапаева в городе Чебоксары и ПАО Т-Плюс в Новочебоксарске. Надо сказать, что эти решения не повлияли на тарифы для населения Чебоксара и Новочебоксарска, они остались прежними. Также не принималось решение об изменении тарифов на горячую воду, производимую с использованием открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения. Вступление в силу указанных решений не повлечет. В 2016 году увеличение платы граждан за коммунальные услуги. В микрорайоне по улице Богдана Хмельницкого продолжается масштабная стройка. Расширяется дорога и строится двухуровневая развязка. Ход работ проинспектировали министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваший Михаил Резников и глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков. Расширить, отремонтировать и запустить общественный транспорт – такова задача ремонта участка автомобильной дороги по улице Богдана Хмельницкого. Две широкие полосы и разметка с возможностью обгона от переулка Ягодного до пересечения с проспекта Майгит. Дорожное полотно расширится на полтора метра. У нас основные пробки-то здесь же, когда въезжаешь в город, выезжаешь из города, вот на этой улице большое скопление автомобилей. Была мысль сделать еще шире, но не получилось, потому что рядом идут сети газопровода. Здесь два водопровода, газ, здесь теплотрасса проходит, поэтому мы не смогли... А влево нельзя уйти, влево. А влево некуда уже ходить там. Там тоже эти коммуникации идут с той стороны. А там уже стоят опоры освещения, их надо будет переносить. В прошлом году мы их тут поставили. Чтобы эти коммуникации перенести, десятки миллионов рублей нужно. Поэтому мы на этом этапе приняли решение коммуникации не переносить. Освещение и пешеходный тротуар здесь появятся в следующем году. А сейчас на этом участке методом холодной регенерации ремонтируют асфальт. Одновременно починят съезды и карманы, установят новые бортовые камни. Общая стоимость работ составит более 22,5 миллионов рублей. Срок завершения – 1 ноября. А месяцем позже планируют запустить двухуровневую развязку Айги-Фучика. Сейчас здесь монтируется наружное освещение по проспекту Айги и вдоль транспортной развязки. Продолжается благоустройство прилегающей территории. Проектировщикам поручено отдельно проработать вопрос тротуаров и пешеходных переходов. Есть небольшие проблемы, но за последние числах 15 октября все наши суподрядчики обязуются закончить эту дорогу. И в числах 20 октября я надеюсь, что присутствуем вас, мы разрежем ленту и сдадим эту дорогу городу. Вы сами видите, вся возможность есть, чтобы 20 октября все закончить. Оптимистично, да. Подрядчик говорит, что сделает это. Надеемся на него. Я всегда к этому отношусь осторожнее. Почему? Потому что я вот на этом объекте за последние два месяца, по-моему, ну минимум четыре раза был. И сроки постоянно откладываются. Вот у меня вопрос номер один к вам, Владимир Федорович. Все-таки когда мы увидим первую машину асфальта на этом объекте? Мы сдадим этот объект согласно контракту. Ни дня просрочки не будет. Контракт на выполнение работ был заключен в июле 2015 года на сумму 350 миллионов рублей. Срок окончания работ по контракту 1 декабря этого года. Юлия Важенина, Андрей Сферидонов, Республика. 18 сентября в России пройдет единый день голосования. На 1 июля в Республике 948 607 избирателей. Национальное телевидение напоминает телезрителям, кто баллотируется, по каким округам и от каких партий. Жителям всей страны необходимо выбрать депутатов в Государственной Думе. Всего в Российском парламенте 450 депутатов. 225 человек избираются по одномандатным округам, 225 по партийным спискам. На голосование по партийным спискам в Госдуму кроме четырех парламентских партий допущено 14. Это Родина, Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за справедливость, Единая Россия, Зеленая гражданская платформа, ЛДПР, Партия народной свободы, Партия роста, Гражданская сила, Яблоко, ПРФ, Патриоты России и Справедливая Россия. Мандаты в парламенте будут распределены пропорционально в зависимости от поддержки россиян. Чтобы получить депутатский мандат, партия должна набрать не меньше 5% голосов избирателей. Другие 225 мест в Государственной Думе будут распределены среди победивших в одномандатных округах. В Чувашии два округа – Канажский, 37-й и Чебоксарский, 38-й. В 37-м округе за мандат депутата борются 10 кандидатов. В Чебоксарском одномандатном округе номер 38 борются 13 кандидатов. Место в парламенте России получит тот кандидат, который набрал самое большое количество голосов в своем округе. Жителям республики также нужно определиться составом Государственного совета Чувашии. В законодательном органе Чувашии 44 мандата. Так же, как в российском парламенте, места распределяются между победителями в одномандатных округах и по партийным спискам. В Государственный совет Чувашии получили право избираться 7 партий. ЛДПР, Республиканское отделение партии пенсионеров за справедливость, Единая Россия, Справедливая Россия, Патриоты России, Коммунистическая партия Российской Федерации и региональное отделение политической партии «Яблоко». 22 мандата получат представители партии, которые набрали наибольшее число голосов на выборах. Еще 22 – те, кто победил в одномандатных округах. По одномандатным округам на депутатское кресло в Госсовет претендует 124 человека. Из них 20 – самовыдвиженцы. Остальные выдвинуты от партии. В среднем на один округ от 4 до 7 кандидатов. Выборы по одномандатным округам и партийным спискам состоятся в любом случае. Победителями станут те, кто набрал наибольшее количество голосов избирателей. На всех участках избиратели получат не менее 4 бюллетеней. Но на некоторых участках пройдут дополнительные выборы в местные собрания депутатов. Татьяна Молокова, Республика. Культура потребления. В одном из чебоксарских детских садов открылось необычное кафе, где дошколята могут поесть и весело провести время. Подробности наша съемочная группа узнавала. Привычная еда в непривычном месте. Кафе принимает первых посетителей. Сегодня на обед у воспитанников детского сада номер 7 борщ, картофельное пюре с мясом и салат. Малыши сами накрывают на стол, раскладывают приборы и расставляют порции. Одновременно здесь могут обедать 50 ребят, пока только старшие группы. В будущем планируют охватить всех дошколят. Детское кафе, его придумали наши педагоги. Творческая группа создала проект под детское кафе. Изначально наша цель была проявить детям навыки культуры еды, потому что дети, находясь в группе, где играют, занимаются, не делали акцент на приеме пищи, а красиво есть. Это всегда полезно для здоровья человека. В кафе будут проводить различные мастер-классы. На этот раз ребята учатся правильно сервировать стол. Сначала мы ложим на салфетку. Большую ложку. Столовую для супа. Двеночку. Для сельси вы можете их изделивать сюда ставить. Тайную чашку для салфетки. Сегодня на мастер-классе я научился складывать вилки и ложки, тарелки и чашки. А теперь ты дома будешь маме с папой помогать? Теперь буду. Здесь можно устраивать праздники. Для Даниила Краснова сегодня особенный день. Ему исполнилось 4 года. И поздравить именинника решили в праздничной атмосфере с аниматорами, угощениями и тортом. Сюрприз для всех – кислородные коктейли. Большое спасибо за такой прекрасный праздник, за такой кафе. Это очень хорошая идея для деток, что можно посидеть деткам, как-то тортик покушать, чай попить. Прививают с раннего возраста, как правильно нужно и вилочки, и ложечки держать. Это очень хорошо. Я очень довольна. Реализовать этот проект удалось при поддержке городской администрации. Из бюджета выделили 1 миллион рублей. В детском саду надеются, что их примеру последуют и другие дошкольные учреждения Чебоксар. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, «Республика». Столичный стадион «Олимпийский» принял участников ежегодной 8-й спартакиады АБС «Электро». В церемонии открытия принял участие глава Чуваший Михаил Игнатьев. Несмотря на перевенчивую погоду, трибуны были заполнены болельщиками. В соревнованиях участвовали сотрудники филиалов предприятия, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Второй год на корпоративные соревнования выставляет свою команду администрация столицы. Спартакиада объединила всех любителей спорта. Радуюсь. Почему? Потому что мотивации у них на работе хорошие. Они приходят сюда, чтобы посоревноваться, приводят своих детей, дети все это видят. Вот эта командная такая работа всегда дает хороший результат. Надо сказать, что условия в республике, в городе, стали гораздо лучше в последние годы, чем 8 лет назад, когда мы начинали. И каждый год лучше и лучше, и больше и больше массовости. И я уверен, что любой хороший спортсмен будет тоже очень хороший в любой работе. Семь видов спорта предполагает множество наград и призов. Командам есть за что побороться. Девиз участников спартакиады – энергия – это движение. Движение – это спорт. Родион Архипов, Олег Ехимов, Республика. Уже второй раз в Чебоксарах собрались лучшие пожарные добровольца сразу двух федеральных округов – Приволжского и Уральского. Собрались, чтобы подтвердить свое профессиональное мастерство, и не только. Порыв души и веление сердца объединяет этих мужественных людей. Их не учили специально пожарному делу. Не каждый же жизнь может быть пожарным. А добровольцем пожарным может быть каждый. Организаторы конкурса постарались соединить в одно целое и профессиональные конкурсы и творческие задания. В этом году даже четыре конкурса прибавилось. Возможность себя раскрыть огромная. Как в самопрезентации, в творческом номере и в мастер-классе. Наш видеоролик, который мы составили, он будет неординарным. Можно так сказать, что мы придумали текст песни, сделали песню, наложили. Это первое. Второе – это творческий конкурс. Будет как бы рассказ-стих. Я буду показывать на сцене такой метод, как иллюзия огня. То есть фокусы, иллюзия, которая обучает детей, также взрослое население пожарной безопасности. Все же основная задача пожарных добровольцев – это профилактика. Видимо, поэтому большинство творческих заданий были образовательными. Хочется помогать людям, уберечь их от огня, от опасности. На победу настроены все 17 конкурсантов. Но главное все же не призовые места, говорят участники, а безопасность жителей. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Так завершается информационная неделя. Хороших вам выходных. И не забудьте 18 сентября прийти на избирательные участки и отдать свой голос за достойных кандидатов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин